Жил-был на свете Борис Маркелов, человек необычайной доброты и отзывчивости. Он жил в маленьком городке, где все знали друг друга и был известен своей готовностью помочь каждому, кто нуждался в помощи. Но однажды случилось нечто странное. Однажды ночью, когда Борис спал, он услышал тихий стук в окно. Он открыл глаза и увидел маленького мальчика, стоящего снаружи. Мальчик был одет в старинную одежду и выглядел очень печальным. «Пожалуйста, помоги мне», — сказал мальчик. «Моя семья в беде, и только ты можешь нам помочь». Борис, конечно же, согласился помочь. Он оделся и вышел на улицу, где мальчик повел его через лес к старому заброшенному дому. Внутри дома Борис обнаружил семью мальчика, которая была в ловушке. Они были окружены призраками, которые не давали им выйти наружу. Борис не испугался и начал думать, как помочь семье. Он вспомнил, что в детстве читал книгу о том, как бороться с призраками. В книге говорилось, что призраки боятся света и звука. Поэтому Борис взял фонарик и начал светить на призраков, одновременно громко хлопая в ладоши. Призраки начали исчезать один за другим, и вскоре вся семья была свободна. Мальчик поблагодарил Бориса и сказал, что теперь его семья будет в безопасности. Борис вернулся домой, но история с призраками не закончилась. Через несколько дней он снова услышал стук в окно. Это был тот же самый мальчик, который сказал, что еще одна семья нуждается в помощи. Так началась серия приключений Бориса Маркелова, который помогал людям, находящимся в беде, используя свои знания и смекалку. Он стал известен как человек, который помогает призракам, и его имя стало легендой в маленьком городке.